Мы в Казахстане. Это город Актау, это Жадра. Человек, который 20 лет проработал в офисе и сейчас трансформируется в хозяйку пекарни. У человека это власть мечта. Мы делали этот проект больше года, я вел его дистанционно, мы все рисовали, закупали оборудование, вот такой в итоге получился красивый логотип. И сейчас мы покажем, в принципе, что как получилось. Но самое главное, мы начинаем с самого важного, но он закрыт пока, потом откроет. Это туалет, туалет для гостей. Он очень важен, чтобы он был. Здесь получается это зал. Витрина, она наполняется и тут же пустей, потому что люди уже приходят, техническое открытие, но тем не менее сразу же раскупается. Получается достаточно просторное место для того, чтобы здесь дальше развиваться. здесь можно, мы уже говорили, и завтраки делать, то есть если догрузить эту линию, здесь просто можно построить целую станцию дополнительную, чтобы сэндвичи делать. Ну вот она витрина и здесь техническое, получается, техническое помещение. Да, с туалетом для персонала отдельно. Вот. Туалет, в нем ничего не меняется, унитаз, как всегда. Техническое помещение, мои тряпки и так далее. Вот. Здесь двери. Вот. Печки. Мы сделали, взяли туалет техника. Я влюбился в эту печь и сейчас у меня практически все пекут на ней, потому что это классное соотношение цены и качества. Это наш российский производитель, который делает отличную подовую печь, на которой, с парогенератором, который можно печь прекрасный подовый хлеб. Ну и Baker Top Unix. Отличная печка с расстойкой для выпечки. Да, можно месить, да, как раз масло туда. Получается, это основная станция, на которой происходит разделка теста. Мы еще сейчас к ней вернемся. Вся работа, в принципе, с тестом происходит здесь. Мойка, тесто-раскатка, тестомес, большая мойка, вспомогательный для инвентаря стеллаж, холодильник. Здесь вот как раз можно писать план замеса. Здесь, если что-то надо докупить, здесь какие-то мы разбираем, как выпекать что-то. То есть, это информация, которую в течение дня ребята пользуются. Сердце пекарни, да, это холодная расстойка, это холодильник. Вчера мы заполнили вот эту всю, уже хлебом заполнили всю вот эту полку и здесь еще стояло. То есть, мы только вот четыре дня как открылись и уже хлеб раскупают весь. За хлебом этим идут. Вот. Ну, идем дальше. По сути, это бэк со складом. Тут мы еще, пока все хаотично так заводится, мы еще не успеваем до конца это все. Шкафчики. Да. Шкафчики для пекарей. Здесь переодевался. Закрываем. Да. Там твой этот, подушка. Здесь кабинет. Второй вход. Да, второй вход. Большая редкость. И кабинет. Ну что, мы наконец-то приехали в Казахстан в новую пекарню, которой буквально четыре дня. Сегодня, да, четвертый день. Жадра вместе со своей семьей запускает этот проект. Еще раз приветствую. Добро пожаловать в Казахстан. Да, спасибо. И, ну, первый вопрос, с чего вдруг такая идея возникла открыть пекарню? Идея возникла у моего супруга. Несколько лет назад он действительно очень часто мне говорил об открытии своей пекарни, но я почему-то все время боялась. Был такой страх, что это очень сложно, что это суперответственность, что выпечь хороший хлеб – это действительно искусство. То есть я понимала, что я не могу просто так взять, намесить что-то, продать. И все время как-то откладывала из-за страха. Но по прошествии времени определенного мы понимали, что вот мы хотим поесть качественный хлеб, а в городе его нет. Покупаем, что-то крошится, что-то невкусное, что-то наполнено дрожжами, что-то наполнено воздухом. Ну, в принципе, многие с этим сталкиваются. А на всякий случай город у нас Актау, по-моему, сколько тысяч человек? Так, у нас где-то уже, наверное, 700 тысяч. Ну, если учитывать еще, да, пригород. Потому что у нас вот пригород, он очень близко расположен к городу. Мне Яндекс сказал, по-моему, 270 тысяч или что-то в этом роде. Но в любом случае это очень большой город. Да, миллиона нет, но… Это очень большой город. Да. И нет хлеба? Нет нормального, вкусного, качественного хлеба. То есть, да, конечно, мы где-то там пробуем, нажимаем, смотрим. Но такого вот удовлетворения мы нигде найти не могли. Решили все-таки, наконец-то решились, наконец-то, поговорив, пришли к мнению, что нужно открывать свою пекарню. Кормить себя и наших жителей, гостей качественным хлебом. Окей, кормить себя. Ну, вы могли просто печь свои две буханки дома, мы этому обучаем тоже. И спокойно, как говорится, накормить себя, свою семью и не знать вот этого всего, всей этой стройки, ремонта, оборудования. Да. Вы знаете, я сперва даже не ожидала, что это настолько все сложно. Мы когда начинали путь… Да, я понимала, что это сложно, но что настолько, потому что это целое ремесло. Я вот в процессе обучения поняла, почему называется ремесленная пекарня, почему ремесленный хлеб. Это просто было нечто с чем-то. Первый день моего обучения у меня был, конечно, даже шок, потому что я все время слышу, конечно, о пользе хлеба на закваске. Мы понимаем его пользу, приоритет, но сам процесс, я понимаю, это действительно ремесло и искусство. Почему решили масштабироваться, то есть не только дома. Очень хотелось заниматься своим делом, а я, по сути, вот мои близкие и родные знают, что я очень люблю печь. Пять дней я на работе, но два дня я дома стараюсь обязательно что-то печь. Будь это хлебушек, будь это бисквит, пирог, но, в общем, мои руки тянутся печь. Очень многим нравится моя выпечка, все, кто пробовал, поэтому многие прям даже говорили, предлагали открыть мне что-то свое. То есть это в совокупности наша идея, отзывы людей, и как-то оно все красиво соединилось в единое. Окей, хотим печь, хотим свое, но ведь уже было на предыдущей работе 20 лет стажа. Ну, это уже крутая карьера, наверное, какая-то, ее, наверное, как-то жалко бросать. То есть что здесь, какие были стимулы? Да, хорошая работа, стабильный заработок, карьерный рост, все есть. Ни на что не жалуюсь, но не хватает свободы, не хватает творчества. То есть это от звонка до звонка в кабинете, это бесконечные отчеты. Я понимаю, что это, да, тоже хорошо, но мне лично не хватает свободы. Мне хочется творчества, мне хочется что-то придумывать новое. То есть вот то, что я сейчас испытала в пекарне в период обучения, это мое, я поняла. То есть это вот этот вот движ, кайф, то есть я здесь наслаждаюсь. А что испытала движ, кайф? Что именно? Вот это вся такая суета, мы печем, мы общаемся, я познаю что-то новое, здесь не секунды покоя. И самое такое удовольствие, что когда мы работаем, мы выпекаем вкусный хлеб, а люди возвращаются за ним, я вижу людей, которые возвращаются за этим хлебом, вот это ну просто не передать словами. И когда еще и отзывы оставляет та же платформа Instagram, те же люди, которые просто возвращаются и стоят у стойки, хвалят, ну это дорогого стоит. Мне вот этого действительно не хватает. Офисная работа, она немножечко не то что ограничивает, у нас тоже в принципе там коллектив, все дела, в принципе тоже есть свои плюсы, свои минусы. Но я поняла, что вот моя стихия, это вот эта вот пекарня. Я здесь себя прекрасно чувствую, здесь время летит просто, как наступил вечер, я даже не замечаю. Мне, моя усталость приносит только, знаете, такую приятную усталость, я вечером, может быть да, ноги болят, может быть где-то я так физически устала, но я сажусь, я просто удовлетворена на все 100%. А в офисе этого не было? В офисе? Ну под конец. Под конец, где-то когда бывают такие тяжелые дни, это такая нервотрепка, психологически очень тяжело, то есть бывает, что прям не можешь уснуть, потому что в голове что-то крутится, вертится, там устаешь морально. Здесь я морально просто наслаждаюсь, да, просто может быть какая-то физическая усталость, но морально я здесь просто, я поняла, вот это мое. Сколько времени прошло вот с решения, что все, мы открываем, мы будем, мы идем этим путем, да, до того, как вот, допустим, приехало оборудование. Ну я понимаю, что оборудование приехало буквально там несколько недель назад, а вот этот вот весь цикл, что мы решили, мы придумали, мы нашли помещение, по-моему, свое. Да, помещение свое. Мы решились, мы все сделали, мы всю эту плиточку сделали и так далее. Сколько прошло? Мы решились в 2000, получается, 22-м году. О как! Да, мы все-таки решились, это как раз было такое время после пандемии, какая-то переоценка ценностей, что ли. Ну вообще весь мир изменился, он стал другим, и мы в том числе, мы поняли, что нужно вот начинать сейчас или когда. Вот сейчас, вот то время, когда я почувствовала, что мне нужна сейчас трансформация, мне нужно что-то изменить в своей жизни, муж поддержал, мы начали искать помещение, думать, с чего бы начать, с кем бы начать работать, думали о франшизе, мы думали немножко облегчить себе путь, искали с кем бы поработать по франшизе. И тут я чисто случайно в ленте натыкаюсь на пост Антона Карнышова. И все, и вот с того момента все завертелось, закружилось, то есть я уже отменила всякие мысли о франшизе. Сразу зацепили, знаете, вот эти вот в ленте ролики были коротенькие, такие четкие, ясные формулировки, как открыть пекарню, что самое главное, выбери помещение, какие-то вот такие коротенькие видео, которые просто зацепили, нету воды, нету каких-то вот, каких-то придуманных историй, то есть все так честно, искренне, коротко и ясно. Я показала супругу все эти видео, все, мы стопроцентно решили работать с Антоном. Круто. Написала в Инстаграме. Это когда примерно было? Ну ролики, это, кстати, как раз 22-й год. Да, это был конец 22-го года, прям под Новый год, где-то в ноябре, в ноябре, что ли, мы уже начали переписываться, начали с курса «Хлебное дело», то есть я немножечко поизучала вообще, чтобы вот плавно войти в эту историю, мне нужно было посмотреть все эти видео, то есть я понимала, да, что я еще не разбираюсь, но мне нужно было через это пройти, послушали, Антон прям так доходчиво объяснял, ну что, ну невозможно не понять. И все, и с того момента мы просто с мужем решили, что мы работаем с Антоном. То есть конец 22-го года, сейчас у нас какой месяц? Февраль. Сегодня последний день февраля, 24-го, да. То есть чуть больше года заняло от решения, воплощение этого решения. Вот, из них была стройка, ремонт? Мы, да, начали ремонт, мы просто, знаете, почему задержались? Потому что ключи от помещения нам предоставили только в мае 23-го. Вы его только купили или что? Да, мы его приобрели, но здание было в процессе строительства. То есть, да, дом, он абсолютно новый, соседи только заселяются, а от коммерческих помещений нам только где-то вот в апреле-май ключи предоставили. И мы смогли начать ремонт только в июне 23-го. Получается, с июня по где-то январь? Да, где-то даже... По 8 месяцев? Да. Тут времени много у нас заняло. Конечно же, вся приточно-вытяжная система. То есть мы подошли к ремонту основательно. Сантехника, электричество, все самое лучшее по проекту. То есть у нас все было от и до по миллиметру все расписано. Все старались придерживаться плана, не отходить, чтобы прям каждый миллиметр у нас был задействован. В принципе, мне все нравится. Мне кажется, мы оборудовали его прям на все 100%. Удобно, все работает, все есть, все качественно. И, конечно же, мы все это выбирали по наводке Антона. Я в этом ни во что не разбираюсь. Каждая, каждый стеллаж, каждый контейнер, каждая кисточка, все было куплено по совету Антона. Как говорится, не бровь, а в глаз. Вопрос, который все больше всего хотят узнать. Сколько денег занял ремонт? Сколько денег вообще ушло на вот это вот открытие? Я веду учет каждой копеечки. Я прям начала ложечку куплю и записываю, чтобы прям вот знать и подвести весь итог. На сегодняшний день ремонт, оборудование, все услуги, работы у меня заняли, ушло 60 миллионов тенге. Это в рублях где-то на 5 дней. 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей. Это ремонт и оборудование. Ремонт и оборудование. А стоимость помещения? Стоимость помещения? В этой сумме или нет? Нет, не в этой сумме. И сколько оно стоило? Это 33 миллиона тенге. А, еще 6 миллионов помещения. Круто. Тут еще немножко была трудность в том, что перевозить оборудование сейчас было немножко проблематично. То санкции, то в банк что-то я не могу отправить. Вот сейчас с переводами немножко такая проблема. Этот банк не работает с тем банком, там санкции этот с тем. То есть, чтобы даже купить оборудование, с одного банка снимаешь, бежишь в другой банк. То есть, это было, конечно, очень сложно. Плюс, естественно, из-за того, что мы это все вывозили из России НДС. То есть, это тоже немножко влияет на стоимость. Ну, в общем, все вот так вот мы уложились в 60 миллионов тенге. На сегодняшний день. Круто. Тогда вопрос, который волнует всех еще больше. Где же вы такие деньги взяли? Мы с супругом работаем в нефтяных компаниях. Хорошо зарабатываем. И целенаправленно все время копили на мечту. Вы не занимали, вы не в кредитах. Вы просто долго и упорно копили. Имели планы, его придерживались. Да, у нас был определенный план. Мы хотели что-то свое. Мы знали, что в кредит мы не пойдем. То есть, мы противники кредитов, долгов. Поэтому целенаправленно шли к мечте. Каждый месяц зарплата пришла, отложили. Зарплата пришла, отложили. То есть, сколько-то накопили, купили помещение, шел ремонт. Насколько ремонт с закупкой оборудования действительно остались в той смете, которую ожидали? Или они вылезли там в иксы? Конечно, вылезли. Мы вообще не рассчитывали, что мы потратим столько денег. Мы рассчитывали где-то наполовину. Ну, так прикинули, что вот в 30, наверное, уложимся. Ну, как это обычно бывает, начинаем. Естественно, начинаем, и все хочется самое лучшее. Раз это свое, раз помещение не в аренде. Ну, опять же, хотели уложиться в половину, когда еще до того, как стали сильно вникать. Да. А потом стали разбираться, да, и я хочу не вот это, я хочу вот это. Да, то есть мы уже начали, например, искать печки. Мы понимаем, да, что мы можем найти что-то дешевле, но мы хотим хорошее оборудование. Сама себя моет, сам пар инжектором впрыскивает. То есть зачем делать это что-то вручную, если можно немножечко переплатить и создать условия своему персоналу. То есть мы за качество, за хорошее качество, за долговечность, мы решили, что если мы делаем это для себя, если помещение свое не в аренде, мы делаем все качественно, покупаем все самое лучшее. И как бы предлагаем своим пекарям очень хорошие условия труда, чтобы люди с удовольствием приходили, чтобы люди хотели у нас работать. Мы старались. А когда вы вот эту смету уже, допустим, посчитали с Антоном, вот та посчитанная смета, она совпадает более или менее с тем, что получилось? Нам Антон помог очень сильно в оптимизации. То есть мы где-то по количеству уменьшили. То есть Антон предложил начать для старта с необходимого минимума. То есть мы понимаем, будем расширяться, да, докупим шпильку, докупим тестомес, что-то еще. В этом плане Антон прям подчеркнул, выделил все самое необходимое. Мы, естественно, это большая экономия, потому что каждая шпилька, каждый противень, он тоже стоит денег. Естественно, мы снизили смету, была вообще еще больше, потому что по проекту тут еще много чего нужно было бы докупить. Но для старта у нас все необходимо имеется, это самое главное. Помимо всего этого работы, плана пекарни, у вас еще есть дети. Да, трое детей. И младшему? Три котика. Мы его тут покажем. Да, тут бегал. Как вот это вот одновременно удается совмещать? Потому что мама троих детей открывает пекарню, для меня это как бы почти кошмарный сон, наверное. Мне вначале тоже казалось, что будет кошмарный сон. Я боялась, честно. Но в процессе, вот вы даже имели, были свидетелями, что помогает вся семья. Муж, старший сын, ребенок старшему в этом году 18 лет. То есть он мне очень сильно помогает. Тут же на подхвате мама, братишки, родственники, все, кто могут, они прибегают, помогают. То есть один на закупе, другой на кассе. Муж до сих пор что-то крутит, чинит, прибивает, закупает. Ребенок где-то тут бегает, кто-то там мама за ним посмотрит. То есть мы понимаем, что это общее дело. Я одна в поле него не справлюсь. И, конечно же, я благодарю супруга, детей, свою семью, родных, которые поддержали до конца со мной, с утра до вечера. Кто-то ребенка смотрит за ребенком, кто-то вот бежит в магазин. Не хватило того, не хватило этого. То есть это такое общее дело. Я бы одна, наверное, с ума сошла бы просто. Сколько мы вот смотрим, ездим, все время, особенно в последнее время, говорю, что первый признак успешной пекарни – это то, что вся семья. Помимо семьи сейчас уже есть работники, да? Сколько уже, наверное, шли? Сейчас у меня уже три пекаря. Уже три пекаря. Да, и к нам уже хотят, то есть приходят периодически. Вчера вот предлагали свою кандидатуру. На что? В цех или на кассу? В цех, да. Уже сегодня звонки. То есть я так поняла, что люди, наверное, видя наш цех, чистоту, вообще многие еще увидели в Инстаграме, с кем мы работаем, с Антоном, уже начали заинтересовываться, уже пишут и в Инстаграм, и в Ватсап. То есть есть такие предложения. Я сейчас немножечко смотрю, фильтрую. То есть я хочу, чтобы пекаря не только пришли, вымесили тесто, испекли, ушли. Я хочу, чтобы у меня была дружная, сплоченная команда, чтобы на работу, как на праздник, чтобы атмосфера здесь в цеху была дружелюбная. Но этот день, это было нечто. Потому что я понимала, что цех, все дела. Я понимала, что ремесленный хлеб, он не такой просто дрожжи закинул, вымесил, то, что там очень длительный, сложный процесс. Но я не знала, что это настолько, настолько такое искусство, ремесло. И вот хочу подчеркнуть, что Антон правильно очень сделал, такой подход правильный, что первые дни месила сама я. Я сама. Значит, Антон мне показывал, помогал закваску кормить, месить, обминки делать, формовку. То есть я первые дни с Антоном пропустила все через себя. Жутко было страшно. Ну, я что-то делала, но я не понимала, что я делаю. Мне Антон говорил, я делала на автомате. Но мне так было страшно. Я вот формирую, вот эти формую тесто. Я не понимала вообще, что я делаю. Я несколько раз как бы ловила себя на мысли, боже, это так сложно. Правильно ли я решилась на это вообще? Куда, во что я ввязалась? То есть в первый день он был такой, ну, мини-стресс я испытала. А может, ну нафиг прямо отсюда в офис бегу? Ну, вот знаете, если быть честным, искренним, были такие моменты, когда вот не то, что сожаления, нет. Страх, страх был дикий просто. Что я делаю? Я же ничего не понимаю, это же так сложно. Эти новые слова, обминка, формовка, ферментация, для меня это просто, ну, для человека, который сидит с экселем, с отчетами, да. Я понимала, что я не имею права это все сейчас оставить. Я такой путь прошла, я так столько переживала. Мы к этому так долго шли. И просто взять и все оставить я просто не имею права. Я просто себя очень хорошо знаю, что если я захочу, я все познаю. Мне просто нужно время. Время убрать все установки, страхи. Кто, если не я, и когда, если не сейчас. У меня все условия. У людей нет такого помещения. У людей нет такого оборудования. Но они все равно что-то делают. А у меня все-все-все готово. Просто вот познать, вникнуть. Я понимала, что вот Антон мне поможет. Страх убирал я сейчас на Антон. Потому что это доступность. Это вот довести до человека, это искусство. Знать это одно, но донести, научить. Это совсем другое. Это действительно сложно. У Антона это получилось. Он простым, доступным языком мне все показывал, объяснял. Я эти повторения делала сама. То есть первый день, конечно, стресс. Но на второй день, вот помните, Антон, да, как я вам сказала, что мне как-то уже нормально. Какая-то вот структура в голове выстроилась. То есть я на второй день уже была такая, знаете, расслабленная. А на третий день это было вообще. Я уже начала сама соображать, в какое время какая обминка. То есть все-таки я поняла время, терпение, упорство. Это все победит весь страх. Нужно, вот действительно мой совет, не бояться делать, идти к мечте. И самый важный пункт, чтобы наставник был действительно хороший человек. Если наставник... Это был у меня вопрос интересный. А вот если, ну по идее, можно же как подумать, что, ну, бабки есть. Ну, что, ну, печка же она печет, да. Ну, что, ну, купили бы печку, купили бы помещение. Ну, плитка же, ну, а наша плитка, ну, приклеили бы ее к стенам. Ну, вот сами бы, ну, насколько бы это был другой путь, если бы делали без никого. Нет, я считаю, что это просто невозможно. Вот честно, вот мое мнение, когда мы с Антоном поработали, я сравнивала, вот не было бы Антона, да, но пришла бы я, зашла бы в этот цех, что бы я сделала? Я бы ничего не смогла сама. То есть тут в этом деле, чтобы правильно, плавно, без стресса войти, мне кажется, нужно действительно попросить помощи у профессионала. Зачем идти в этот путь со стрессом, терять много времени, денег, да, это же нервы, просто пробовать, выкидывать, я считаю, нет смысла. Нужно сразу обращаться к профессионалам, к хорошим, просить помощи, чтобы научили, показали, объяснили. И, ну, это действительно удовольствие. Человек показывает, человек все делает своими руками. Я не только смотрю, мы ведь еще параллельно все вместе делаем. Какие-то ошибки, это правильно, я же не могу все сразу. Антон тут же корректирует, тут же показывает, я тут же повторяю. То есть я всем действительно, людям искренне советую, просто вот я сама прошла этот путь, советую начинать с наставником. Произошла вот эта трансформация, то есть когда-то давно пекла дома, да, и 5 дней в офисе, и 2 дня иду что-то там обязательно испечь. А хлеб был или хлеб не пекла? Хлеб, я пекла такие сладкие в основном пироги. Ну, то есть с тестом. Да, с тестом, у меня было тесто, да. То есть с тестом было понимание работы. И вот вопрос, насколько это сильная разница, то, что дома пекла и кажется, что, ой, у меня тут все уже по накатанной, там, да, по какой-то понятной, и вдруг прихожу в пекарню, ну что, не могла там на 5 или на 10 умножить? Нет, это абсолютно разные технологии. То, что я дома пекла, это одно, здесь это абсолютно другой формат. Это нужно за всем следить, в голове уместить, что там пикает таймер туда побежать, а здесь одновременно пикает другой таймер достать. Третий таймер пикает, аутолис закончился. То есть, ну, это нелегко. Это абсолютно разный домашний формат и цех. Это совсем земля и небо. Ну, домашний он скорее, как бы, плюс-минус ничего страшного. А здесь, если тут просмотрел 20 минут, на следующем потерял 40, и в итоге уплыло все. Вот. И мы не смогли, например, вовремя тогда заполнить витрину. Плюс это еще и ответственность. Дома это своя семья, здесь это гости, здесь это покупатели. Все объединяем, все держим в голове. Спасибо Антону за идею с доской. Мы понимаем, что мы все в умении запомним. Тут же, что не хватило, записали. Что нужно купить, записали. Что нужно замесить, то есть какая-то вот структура. Те же таймеры, те же, значит, сколько обминок, в какое время. Организация труда правильно выстроена. И пекарям очень легко. Все записано, все зафиксировано, нет хаоса. То есть каждый знает, пикает там, бежит. Какой бы пекарь ни поставил. Я как раз хотела спросить, а нет еще такого, что таймер орет, а ты пробегаешь мыслью, а на что? Не мало еще такого. Первые дни было. То есть мои пекаря, да, они немножко, конечно, это первый их опыт. Там пикает, тут пикает. Это сейчас все прекрасно. Мы настолько слаженно сейчас работались. Но, конечно, благодаря Антону он правильно сумел поставить организацию работы. Сперва я через себя это пропустила. Только потом мы уже пригласили пекарей. Только потом мы уже, обучая их, я уже начала понимать, ценить их труд. Я начала понимать, что к чему. То есть не только уже Антон, где-то я уже могла побежать, помочь, подсказать. Вот эта вот организация труда, она очень-очень правильно выстроена у нас. Мне кажется, благодаря этому мы за пару буквально дней, мы уже так слаженно начали работать. Сегодня, например, пекаря пришли и уже сами, зная, что делать. На четвертый день. Молодые наши ребята уже сами почти все начали выпекать. Антон у нас уже сегодня больше на контроле. А, кстати, вот из этих ребят, кто пришли, именно наемные работники, как у них распределяется? С опытом, без опыта? Кто-то уже пек, кто-то вообще с нуля, насколько я поняла. Один пекарь у нас вообще с нуля, это его первая работа. А два пекаря... Девочка, по-моему, да? Нет. Парень у нас, да. А два пекаря, они уже работали в этой сфере. Но в сфере, да, хлебопечения, но не хлеба на закваске. То есть для хлеба на закваске, это для всех, для них троих, это новый уровень совсем. И в том числе и для меня. Не было идеи, что сейчас мы найдем, наймем работников, и они нам все испекут. В принципе, мы сперва хотели об этом. Сейчас мы вывесим объявление, пекарь на закваске требуется, наберем 10, и они нам все испекут. Подумав, подумав, мы пришли к мнению супругам, что все-таки хорошо было бы обучить нам самим, пригласить Антона, чтобы он сам обучил с нуля корей. Потому что хлеб на закваске у нас в городе продается, ну, может быть, в одном-двух местах. Все. То есть такого прям выбора пекарей, которые умеют работать с хлебом на закваске, у нас нет. Естественно, да, то есть не все еще с ним работают. И нам пришла такая вот мысль, что все, нам надо брать новичков, сами обучим, пригласим специалиста, обучат, покажут, в принципе, что и получилось им. А вот еще такой момент. Многие думают, что вот мы откроемся, испечем, откроемся, и никто не придет. Естественно. Были страхи. За эти четыре дня оставалось что-то? За эти четыре дня солд-аут. Вот сейчас я жду Антона вечером или с ним ухожу, и у нас ни одного круассана. Да. Кстати, у нас ни одного хлеба. Я вообще перед запуском не понимала, что мы будем учиться печь. Мы будем печь, и у меня страх, боже мой, что делать с хлебом. Я понимала, ну вот я же только вот первый день откроюсь. Ну, город не прибежит ко мне покупать сразу весь мой хлеб. И мы уже такие думаем, ну, надо куда-нибудь развести, может быть, в том престарелых, либо в детский дом. Ну, как бы благотворительностью занять хороший хлеб, свежий, почему бы не раздать. И я уже начала мысленно готовиться, искать точки, ну, честно. Утилизации. Да, утилизации. С мужем мы говорили, с мамой вот поговорили, куда бы. Но мы не ожидали, что вот с первого дня будет солд-аут. Я немножко такая в шоке. Причем увеличиваем уже больше, больше, больше. Мы же еще, да, на второй день, на третий день замесы увеличиваем, а оно все уходит и уходит. И вот первый день это был просто, да, просто вау, вот ничего нет на полках. Люди, а люди ведь еще приходили вечером, а у нас солд-аут был, кажется, уже в четырем или... Да, в четыре. А люди-то после шести, после работы еще и приходили, приходили. И этого не трубили, что мы открылись, приходите, никто как-то... Никакой рекламы, никакой рекламы. У меня инста с одним постиком. И все, и я даже не выкладывала ничего, просто, получается, сработало сарафанное радио. Пришли, попробовали, понравилось, вернулись. Уже вернулся. Да, и уже даже вот мне так радует, что я вижу этих людей, которые возвращаются, которые приходят еще с теплыми отзывами. Это дорогого стоит. Спасибо, что вы есть, уже слышали. Да, кстати, спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы, наконец-то, еще подметили, кстати, открытую кухню. Спасибо, что в Актау появилась такая пекарня, да, с форматом открытая кухня. Да, может быть, у нас есть рестораны открытой кухни, шашлыки, там еще что-то. Но чтобы пекарня, это для Актау, да, первый раз такое, что люди видят формовку. Даже вот бывают люди, приходят, им интересно, они стоят и наблюдают, как наши пекаря формуют, обминкой занимаются, как они в эту камеру холодильную несут. То есть людям интересно, они видят этот процесс. И что, вообще, стол чистый или нет? Да, естественно. Некоторые даже подмечают, что действительно все так чистенько, уютненько, аккуратненько. Но я понимаю, что, может быть, какой-то процент людей придет, они довольны. Спасибо Антону, что меня подготовила, что бывают всякие люди, что не нужно это прям так переживать. Всем не угодишь, естественно. Кто-нибудь найдется. А мы сбывали, не только женские. Да, что кому-то там цвет не устроил, а кому-то семечко. На два абсолютно одинаковых хлеба могут сказать, что вот раньше он у вас был другой. Сегодня у вас что-то не то. То есть это тоже будет. И тут важно очень, ну, как это, мудрость отличить одно от другого. То есть какую реплику надо сказать, а, вот к этому надо прислушаться, да, а где-то сказать, да, 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 и не варится. То есть, да, я к этому уже готова, в принципе, я готова, потому что за 3-4 дня, ну, плохого отзыва я еще не слышала. Все возвращаются, всем нравится. Столько добрых слов сказали за эти дни. И вот я стою и думаю, вот, ну, даже ради этого стоит этим всем заниматься. То есть это, это не деньги, это, это просто энергетика, это тепло. И вот эти теплые слова, они меня просто, вот, знаете, ну, я вот села и думаю, вот, вот даже ради этого стоит это все делать. Что было самое сложное вообще во всем вот этом вот пути за эти там полтора года уже почти? Решить найти, купить, открыть, отремонтировать, построить, выбрать, нанять там, испить, что угодно, я не знаю. Самое, наверное, сложное, это самое начало, когда у нас лежит проект на руках, и там столько-столько всего, вот, проекта, я не пойму, что за квадратики, что за какие-то выноски, линии, а там их тысячу. И я, а с этим нужно как-то, эти проекты нужно читать, потому что мы понимаем, что тут какой-то квадратик стоит, там 15, 15 это печка. То есть я должна понимать, что я покупаю, я же должна вникать, а я не вникаю никак. Так, и это мы сидим ночами, так, 15 пункт это печка, а 14 пункт это тестомеса какое-то. То есть вот это, это было страшно, бессонные ночи, когда мы не могли понять, а почему тестомес такой, а что за подовая печь? Что есть подовая печь? Да, почему она подовая, она еще, оказывается, ярусная, она еще и скольки-то ярусная, а зачем расстойка, а почему расстойка под печь? То есть я, это мне было очень сложно понять, все. Вот самое сложное, если честно, что супругу, что мне, людям, офисным работникам понять расстойка, подовая печь, стеллаж, а почему стеллаж не один, а почему его два, что такое шпилька? То есть мы, это все одновременно, потому что это количество, это деньги, это, ну это, это очень сложно. Тут еще схемы надо читать, я не пойму, а зачем над столом электричество, для чего, то есть, ну вот такие вещи, мне это было очень сложно понять. А сейчас я стою и просто думаю, какая прелесть, на все предусмотрено, на столах электричество, весы подвел, включил. Я поняла, почему подвая печь, зачем именно этой марке печка и расстойка, почему столько стеллажей, почему столько холодильников. Следующая стадия будет, почему так мало. Да, дай бог, потому что вот сейчас я, я вот Антону даже сказала, теперь я понимаю, почему и зачем. А самое сложное было это вот читать эти схемы и понимать, я же должна была вникать в то, что я покупаю, я вкладываю большие деньги, я не могла просто так заплатить и сидеть. Мне нужно было это все понять, а понимание не приходило, если честно, в голову. Ну, потому что не пощупала. Да, я не пощупала, мы уже закрыли глаза и доверились Антону, Антон сказал купить, значит надо, все, покупаем. То есть это честно было так, я всецело, прям доверилась Антону, все, я пишу, и слава богу, Антон в любое время суток на связи, я пишу, Антон, можно это купить, можно там где-то аналог, помогите, замените, может что-то дешевле. То есть в этом плане мы прям очень хорошо сработались, Антон говорит, мы покупаем все, я полностью. И я действительно благодарна, что мы с минимальными лишними затратами, то есть у нас не было такого, что не понадобилось. То есть у нас все в деле, нету какого-то лишнего предмета, который оказался ненужным. Мы когда решили, что это будет пекарня, муж сразу же договорился с застройщиками, что мы сами за свой счет будем усиливать электрику. Просто попросили разрешения раскопать брусчатку, но мы все ее красиво заново на место вернули. Просто раскопать брусчатку? Как назло камера не работала. Я не работаю. Я знаю, что такие сейчас записываются. Камеру нельзя выключать. Мы сразу знали, что будет хорошая пекарня, нужно хорошее электричество, хорошие медные. Но я не разбираюсь, муж сказал, что в стенах спрятаны качественные кабеля. Я просто в этом не разбираюсь, но он мне объяснял, что мы все усилили, что все будет очень хорошо. И не переживай, и работай дальше. 100 киловатт? Да, мы подвели.